Всем привет! С вами Ирина. И сегодня у нас будет видео о покупках и подарках. Я даже не могу сказать за какой период времени. Наверное, за июнь-июль. У меня как-то так получилось, что мои запасы пополнились как наборами, так и авторскими схемами. И мне есть что вам показать. Давайте я как раз-таки начну с авторских схем. У меня мои запасы пополнились двумя авторскими схемами. Во-первых, это шмели в лаванде. Мне подарила эту схему моя подписчица. Спасибо ей еще раз большое. Это очень приятный для меня сюрприз. И вторая схема, это у меня пирожное с инжиром от Екатерины Серегиной, которую мне подарила моя подруга Надя, когда у меня был очень сложный день. И она меня таким образом приободрила, что мне до сих пор это очень приятно. Спасибо ей тоже большое. У меня теперь эта пироженка есть, осталось ее только вышить. Ну, а то, что касается других рукодельных покупок и подарков, вы некоторые из них видели. И, наверное, давайте я пока начну с подарков. И первое, что я вам хочу показать, это вот этот вот журнальчик и набор Милл Хилл. Сделала мне этот подарок одна моя давняя, очень давняя знакомая Катя. У Кати есть свой канал, я вам уже о нем говорила. Ссылку на Катю тоже оставлю в описании, так как, в принципе, о ней сейчас и говорим. Я знакома с Катей очень давно, и мы с ней знакомы с самого-самого глубокого нашего детства. И так получилось, что жизнь нас развела, Катя живет в Америке, я живу в России. Когда Катя мне предложила встретиться, я, конечно же, с радостью согласилась. И оказалось, что у Кати тоже есть свой канал, о котором я не знала. А Катя знала о том, что я веду свой канал и о том, что я вышиваю. Поэтому Катюшка мне подарила набор Милл Хилл, я обязательно его попробую. Я давно хотела попробовать Милл Хилл, но руки не доходили, а теперь вот такая вот у меня есть розочка. Насколько я понимаю, это брошка будущая, можно из нее сделать брошку. Обязательно посмотрю, открою, разберусь, потому что Милл Хилл я еще не вышивала. Милл Хилла у меня еще в запасе не было, так что такой неплохой повод попробовать что-то новенькое. Тем более и бисером-то я особо не вышивала, еще никогда, да не особо, а точно не вышивала. Поэтому есть повод попробовать что-то новенькое. Обязательно, когда попробую, поделюсь с вами. Работа небольшая и думаю, что в качестве отдыхалочки я ее как-нибудь использую. Ну и журнал. Журнал я полистала, посмотрела. Очень интересно. Журнал, конечно же, на английском языке. И журнал ноябрь-декабрь 89-го года, то есть это мой ровесник. Мы с ним ровесники. Именно как раз таки ноябрь 89-го года и является датой моего рождения. Поэтому с удовольствием я его посмотрела. Очень интересно держать в руках то, что ты никогда не держал в руках и вряд ли бы у тебя это получилось. Журнал посвящен такой новогодней тематике. Есть что посмотреть и даже есть что почитать, вспомнить вообще английский язык, что вполне для меня будет неплохо. Я думаю, что надо мне это будет как-нибудь сделать. Обязательно на досуге я его полистаю и посмотрю. Следующий подарок, который у меня появился, это тоже достаточно интересная история. Вы, наверное, видите, что это наборчики панна. У меня я так их пока положу. Вот так вот. Эти наборы у меня появились после того, как в группе «Я вышиваю» в мае этого года прошел конкурс по готовым работам. Там было несколько производителей. Можно было участвовать с готовыми работами, которые были вышиты в 2018-2019 годах по производителям «Золотое руно», «Золотые ручки», «Панна», «Овин» и «Риолис». У меня было три работы. Я вышила «Овин» «Свет надежды маяк». Я вышила «Чертополоха» от «Панны» и «Риолис». Я, конечно, много вышиваю. И я поучаствовала. У меня работы были не оформлены, поэтому я ни на какие призовые места, если честно, не рассчитывала. Да плюс мне и в конкурсах-то никогда не везло. Но тут все получилось совершенно по-другому. И представители фирмы «Панна» дали моему «Чертополоху» второе место. Мне было безумно приятно, потому что оценили как мою работу, так и мою фотографию. Для меня, как для блогера, это, конечно же, был приятный момент. И так как я заняла второе место, мне предоставилась возможность выбрать два набора на выбор в качестве приза. Я долго выбирала и выбрала первый набор от «Панны». Это «Прозрачная осень». Я давно смотрю на этот набор. Еще со времен видео Наташи Гефки, когда она показывала выставку Леонардо, для меня это была какая-то такая диковинная вещь. Это видео очень сильно запало мне в душу и в память. И мне эти круги понравились. Их четыре сезона, то есть там есть и летний кружочек, и зимний, и осенний, вот как у меня, и весенний. Но больше всех мне понравились весенний и осенний. Захватили они меня тем, что вот эта вот проработка воды, она очень красивая и очень интересная, она как реалистичная. Конечно, здесь на картинке так не передается, а вот на фотографиях готовых работах, так как я видела только фотографии, вроде бы не видела на формуле я отшив этой работы, хотя врать не буду. Вот. И вода здесь, конечно, передается просто великолепно. Ну, и я осень люблю, поэтому я выбрала этот сюжет. Размер готовой работы будет 24 на 24 сантиметра. И вообще здесь, если перевернуть, мы смотрим, что дают третий уровень сложности. Работа будет вышиваться на конве гамма. В принципе, это неудивительно. 16 каунта. И 31 цвет ниток. Интересно, сколько блендов. Схема, я вот, насколько вижу, вот здесь, вот, достаточно необычная для фирмы Панна, потому что у них вообще она, да, она цвета символьная, но они обычно закрашивают значки. А здесь, если вы можете посмотреть, значки не закрашены. Они просто цветные, а находятся на белом фоне. Это как-то, вот, я не вышивала еще по таким схемам. Вот. Цвета красивые, интересные. Такие, я бы не сказала, что даже осенние, не посмотрите, какие насыщенные зеленые оттенки. Ну, это вот первый набор, который я заказала. Ну, а второй наборчик, который я заказала, себе выбрала, точнее, в качестве приза. Это гортензия, голубая гортензия от Панны. И она продолжает акварельную серию. У меня уже вышит акварельный физалис и акварельный чижук тополовых, благодаря которому, в принципе, я и держу акварельную гортензию. И вот теперь эта гортензия, она тоже мне очень давно нравилась, но руки у меня никак не доходили до ее покупки. Очень она красивая. Вообще, люблю гортензии. Я в последнее время ловлю себя на этой мысли, что гортензии мне очень нравится. Размер готовой работы будет 20 на 30 сантиметров или 96 на 150 крестиков. И также третий уровень сложности. Работа также вышивается на конве гамма. И у нас 34 цвета здесь присутствуют. И вот, кстати, о чем я говорила. Видите, эта схема какая она? Да, она цветосимвольная, но значки, сами значки, они закрашены. Ну, а вот здесь, в этом наборе значки не закрашены, они просто вот цветосимвольные. Цвета тоже очень нежные, очень нежные акварельные, такие оттенки зеленого, голубого. Думаю, мне будет интересно вышивать эту работу. Но пока в планах ее в этом году нет, а в следующем там уже посмотрим, что мне захочется вышивать. Потому что, как я говорила, планы я пока что строить больше не намерена. И давайте уже перейдем к покупкам. Покупок у меня тоже достаточное количество. Некоторые из них вы видели, поэтому я вам их быстренько покажу. Ну, а некоторые вы увидите впервые. И, во-первых, это кактус от волшебной страны, который я специально берегла, чтобы снять это видео и начать его вышивать. Очень мне хочется это сделать. Очень мне хочется попробовать волшебную страну, так как все о ней говорят, а я еще не пробовала ее. Об эту покупку и более подробно я набор сам показывала вам в одной из своих рукодельных недель. Подсказочка сейчас здесь выплывет. Ссылка на эту рукодельную неделю тоже будет в описании. Как всегда, все ссылки в описании. Далее у нас идут два набора, которые я привезла из отпуска и которые я вам тоже показывала. Это наборы от МП Студия. Красная смородина и черная смородина. Эти наборы я собираюсь вышить на основе другой, потому что на конве я не буду на этой вышивать. Тут написано АИДА 18 гамма, но нет, я хочу их вышить на ткани и скорее всего эта ткань будет не белого цвета. Мне кажется, они будут смотреться на такой более льняной поверхности лучше. Но это на мой взгляд и на мой вкус. Эти наборы я вообще в последнее время любитель ягодок, как и цветов. Вот маяки, ягодки у меня теперь появились. Вот люблю маяки, люблю венки, а вот теперь еще слабость к ягодкам питаю. И еще кое-что, что у меня появилось в запасах. Кстати, я тоже, можно сказать, привезла это из своего отпуска, но в рукодельную неделю эти покупки не вошли. Потому что в конце своего отпуска, когда я возвращалась домой на обратном пути, меня моя рукодельная подруга попросила зайти в Леонардо и купить тоже для нее ягодку смородину красную. Что я пошла, в принципе, и сделать. Но вы понимаете, я не могла выйти оттуда и не купить ничего для себя. Ну, как-то это было бы неправильно. Я же истинная вышивальщица. И я решила сделать там тоже покупки. Сначала я решила взять мелочевку, но потом остановилась еще и на наборе. Во-первых, я купила там бобинки гамма. Люблю я все-таки вот эти вот бумажные бобинки. Нравятся они мне и ниточки я на них люблю перематывать. Тем более, я думаю, у меня вот тут нарезки сейчас надо будет перемазать. И разобрать некоторые наборы, у которых также в комплектацию входят нитки DMC. Поэтому бобинки мне очень даже пригодятся. Следующее, что я купила, я купила там пластиковую канву гамма. Одну белую, а вторую полупрозрачную. Решила попробовать эту ютубу, потому что входят споры на вышивальном ютубе. Кто-то любит вышивать на белой канве, кто-то любит на полупрозрачной. Мне после сладости для радости очень понравилось вышивать на пластике. Очень интересно. Больше, чем вышивать по дереву, мне понравилось. Поэтому я эту канву купила. Есть предположение, что я вышью на ней кактусы от Наташи Гевки. И то, что я еще пока не решила. Если вы не знаете, у Наташи же есть серия открыточек с кактусами. У меня есть все четыре. И вот я пока не решила вышивать их на пластике. Я видела просто, как девочки вышивают на пластике. И это очень даже интересно и красиво получается. А также можно вышить их на ткани. Что тоже очень интересно и красиво получается. Но я еще не определилась. Но на всякий случай решила, что в запасах мне пластиковая канва пригодится. Тем более 14 каунта. Ну и изюминкой этого моего похода в Леонардо был набор, который я совершенно неожиданно для себя купила. Просто я его увидела, взяла, посмотрела цену и решила, что надо брать. Это набор от Алисы и ярко-красный мак. Я его вживую от Шиф не видела. Я не была на формуле, на весенней формуле рукоделия. И видела я его только на фотографиях и все не могла определиться, нравится он мне или не нравится. Ну то есть не то, что нравится или не нравится, а хочу я его иметь в своих запасах или не хочу. И так получилось, что я его взяла. Вот просто увидела и взяла. Алису большие наборы я еще не вышивала, вышивала только маленькие. Однозначно я буду менять здесь основу. На конве я вышивать не хочу. Цвет основы менять нет, а основу менять буду. Мак красивый. Маки мне нравятся. Тем более вы, если давно смотрите мой канал, знаете, что у меня есть подушки с маками. Работа с маками у меня от Риолис висит. И я думаю, этот мак как-нибудь впишется в мой интерьер. Возможно, возможно, я начну его в ближайшее время. Пока еще не определилась. Но мак чудесный, мак красивый. Я поняла, что я его люблю и поняла, что я хочу его вышивать. Тем более мне сейчас тянет на красные оттенки. Вот тянет. Не могу ничего с собой поделать. Этот мак был последней моей покупкой. Ну я имею ввиду, которую я вам покажу в этом видео. Потому что это точно не моя последняя покупка. Такие вот у меня покупки, подарки, наборы, авторские схемы. Очень много всего получилось. И мне кажется, чем больше я говорю, что я больше ничего не покупаю. И мои запасы больше не пополняются. Тем быстрее они пополняются. И тем больше они пополняются. И в конце видео я хотела вам задать вопрос. Я вам периодически показываю свои наборы, какие у меня я покупаю. И видео на моем канале о моих рукодельных запасах было уже более года назад, наверное, снято. Я не думаю, что оно, конечно, сильно радикально изменились, мои запасы. Но что-то поменялось. И если вам будет интересно, я сниму видео о своих рукодельных запасах. Но для этого мне надо знать, интересно вам или неинтересно данное видео будет. Поэтому буду ждать ваших комментариев с ответом на вопрос, хотите ли вы отдельное видео с рукодельными запасами или нет. Пишите, там уже посмотрим, что у нас, какие будут ответы. Если нет, то нет. Потому что я думаю, что там будет достаточное количество наборов, которые вы видели раньше. Но тут решайте вы. Я с удовольствием сниму это видео, если вам его захочется снять. Потому что за свои запасы я перебирать люблю. И для меня это всегда удовольствие. Поэтому если будет это интересно вам, мне это будет и подавно интересно. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам легких крестиков. И всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok